Привет! Я Георгий Полицарнов, главный редактор ProFotos.ru. Уже 12 лет мы тестируем всё, что связано с фотографией и видеосъёмкой, и ноутбуки здесь не являются исключением. Сегодня мы рассказываем про 15-дюймовый MSI Prestige A10SC. В основе нашей системы тестирования всегда лежал реальный опыт использования, поэтому ноутбук не просто попал к нам в редакцию, а стал моим рабочим компьютером. Если кто-то считает, что для работы редактора достаточно просто пишущей машинки, то он глубоко ошибается. Через нашу редакцию проходит самая современная фотокамера с разрешением до 60 мегапикселей. Работа с сотнями RAW-файлов, 4K-видео в высоком битрейте. Мы знаем, как хорошенько загрузить процессор компьютера. Чтобы подобрать наиболее эффектные снимки для статьи, порой приходится перебрать до тысячи сырых RAW-файлов, постоянно меняя кадрирование, баланс белого стиля изображения. Малейшая задержка в обработке каждого файла может растянуть процесс на часы. Такие функции фотошопа и лайтрума, как панорамная съемка или повышение детализации Enhanced Details, работают очень быстро. Этому малышу пришлось не просто ворочать 220-мегабайтные RAW-файлы, но и собирать из них 16-кадровые склейки с итоговым разрешением 240 мегапикселей в программе Imaging Edge. Нужно отметить, что этот ноутбук — своеобразный компромисс между производительностью, размером и весом. Сразу скажу, что за производительность он получает хорошую оценку. Сконвертировать два десятка 50-мегапиксельных RAW-файлов за пару минут он может. Здесь стоит шестиядерный Intel Core i7 десятого поколения и 32 гигабайта оперативки. Но малый размер и вес я оценил еще выше. Без блока питания он весит всего 1,6 килограмма. А ведь я не расстаюсь с ноутбуком ни на встречах, ни на съемках, ни в поездках. Я знаю, что в продаже есть более мощные ноутбуки, но мне важна мобильность. Отдельно я бы хотел сказать несколько слов о 4К-экране этого ноутбука. И это не просто 4К, это 4К с IPS-матрицей, идеально подходящей для работы с графикой. Дисплей покрывает 100% цветового пространства Adobe RGB, а показатель отклонения Delta-E меньше двух. И это измеренные нами, а не заявленные показатели. Экрану этого ноутбука можно доверять даже не глядя на гистограмму. Любой промах по экспозиции сразу заметен, а цветопередача выше всяких похвал. Кстати, если вы публикуете фото в сети, не забудьте переключить цветовое пространство дисплея из Adobe RGB в sRGB. Это удобно сделать при помощи предустановленной утилиты Creator Center. Здесь же можно настроить производительность ноутбука для разных приложений. Например, задать количество возможных потоков для Photoshop и Lightroom. Touchpad. Многие считают, что для работы с графикой подходит либо графический планшет, либо мышь. Но я много работаю не дома и не в офисе, поэтому мой инструмент именно Touchpad. И здесь он мне нравится. Большой, отзывчивый, он даже позволяет обрабатывать фотографии, если речь не идет о сложной ретуши. К сожалению, один из лидеров рынка ноутбуков с той любимой фотографами в последних моделях не балует своих поклонников обилием интерфейсов. На его фоне Prestige A10SC смотрится куда выигрышнее. Кроме двух, ставших привычными USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3. Тут есть полноразмерный HDMI, выдающий 4К при 60 Гц. Через любой из двух USB Type-C возможна не только передача данных, но и подзарядка ноутбука, например, от внешнего монитора. Для таких ретроградов, как я, предусмотрена еще пара классических USB 3.2. Когда у тебя есть несколько высокоскоростных кардридеров под разные форматы флешек, такие разъемы очень важны. Есть у ноутбука и встроенный кардридер, но он адресован скорее владельцам экшен камер и смартфонов. Речь идет о разъеме microSD. MSI Prestige A10SC — это тот ноутбук, который мне бы хотелось оставить и не отдавать после завершения тестирования. Сравнительно легкий и мощный для своих размеров, со всеми необходимыми разъемами и отличным дисплеем, со сдержанным дизайном и отзывчивым тачпадом. И я так и не успел целиком заполнить его терабайтный SSD-диск. С вами был Георгий Полицарнов. Все самое интересное о фототехнике на profotos.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok